Цинизм – это защита от эмоционального выгорания. Алексей Капранов, психолог, автор книг. Моральное выгорание пронизывает душу человека, оставляя за собой следы эмоционального, физического и нравственного истощения. Это не просто состояние, а глубокая эмоциональная аномалия, замыкающая в себе переплетение стресса, перегрузки и безысходности. Спектр его воздействия выходит за рамки физического изнурения, простираясь на уровень эмоционального и даже духовного истощения. Моральное выгорание особенно подстерегает тех, кто занимается профессиями, требующими постоянного общения с другими людьми, предоставления помощи или принятия решений в сложных этических ситуациях. Замедленное, но беспощадное иссушение сил происходит в ритме повседневных взаимодействий, создавая своего рода паутину из стресса и беспокойства. В уголках души зарождается невыносимая тяжесть, когда человек, вкладывая свою энергию в заботу о других, постепенно лишается собственного внутреннего света. Лицо, еще вчера сиявшее живым энтузиазмом, сегодня теряет свой блеск от тяжести бремени отдаваемых чувств. Непрерывная борьба с невероятной нагрузкой и этическими дилеммами, кажется, высасывает из них последние капли внутреннего ресурса. Моральное выгорание – это не только феномен рабочей среды, но и внутренний кризис, который касается самой сути человеческой души. Это славно путешествие сквозь лабиринты своего собственного «я», где переплетаются теряющие смысл, заботы и изматывающие вызовы. Это не просто усталость, но и глубокий внутренний конфликт, где человек ощущает, что он не в состоянии больше нести тот бескрайний поток ответственности, который с ним связан. Моральное выгорание – это как тихий шепот времени, предостерегающий о том, что пора найти источник внутренней силы, прежде чем последняя искра выгорит и поглотит человеческую душу в своем мраке. Моральное выгорание может возникнуть из разнообразных факторов. Одним из основных источников является переутомление, связанное с избыточной нагрузкой и постоянным напряжением. Недостаток поддержки со стороны окружающих, неспособность эффективно справляться со стрессом и постоянное чувство неудовлетворенности работой также способствует развитию морального выгорания. Еще одним фактором является недостаток признания и оценки труда. Когда усилия и результаты работы не находят должного признания, это может привести к потере мотивации и постепенному истощению внутренних ресурсов. Моральное выгорание, как явление, которое охватывает как профессиональную, так и личную сферы жизни, требует внимательного рассмотрения и комплексного подхода к преодолению. Существует несколько стратегий, способствующих преодолению этого состояния, начиная с осознания собственного эмоционального состояния и признания необходимости внесения изменений. Важным шагом на пути к восстановлению баланса является регулярное осуществление перерывов и отдыха. Постоянная забота о своем физическом и эмоциональном здоровье создает прочный фундамент для преодоления вызовов повседневной жизни. Это может включать в себя занятия спортом, медитацию или другие формы релаксации. Однако не менее важным фактором является поддержание гармонии между профессиональной деятельностью и личной жизнью. Установление ясных границ, стратегическое планирование времени для отдыха и внедрение разнообразия в повседневную рутину все это способствует снижению уровня стресса и предотвращению истощения ресурсов. Помимо личных усилий, важно также обратить внимание на социальную поддержку. Взаимодействие с коллегами, друзьями или даже специалистами может сыграть ключевую роль в преодолении морального выгорания. Общение о своих чувствах, поиск совета, а также делегирование задач позволяют эффективно разгрузить эмоциональное напряжение и обрести новые пути решения проблем. Таким образом, моральное выгорание не следует рассматривать как обстоятельство, неизбежное в современном образе жизни. Это вызов, который можно преодолеть с помощью осознанного и комплексного подхода, включающего в себя самопонимание, гармонизацию профессиональной и личной сфер, а также активные шаги по улучшению качества жизни в целом. Берегите себя, ибо вместо вас этого никто не сделает.